Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день, гости нашего сегодняшнего эфира. Мне приятно, что в нашей студии находится глава муниципального образования города Десногорск Андрей Николаевич Шубин и по его приглашению генеральный директор Акционерного общества спецавтохозяйства, который является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Павел Юрьевич Березкин. Чуть более недели назад мы обратились к Десногорцам с предложением задать свои вопросы главе города Десногорск. Было получено более 130 вопросов. Понятно, что в силу ограниченности эфира мы не можем задать нашим гостям все эти вопросы, но на большинство из них ответят специалисты, уже связавшись непосредственно с жителями, которые их задали. Я думаю, что Андрей Николаевич не даст мне соврать. Да, я обязательно возьму решение этих вопросов под свой личный контроль. Спасибо. Наибольшее число этих вопросов было посвящено теме вывоза и уборки мусора. Поэтому мы решили большую часть нашего эфира посвятить данной теме. А глава города не случайно пригласил представителя соответствующей компании, представителя регионального оператора. Но прежде чем перейти к поступившим обращениям, я хочу передать слово главе города Десногорск Андрею Николаевичу Шубину. Спасибо. Дорогие десногорцы, сегодняшний эфир станет хорошей и доброй традицией диалога между жителями и органами местного самоправления. Поднимаемые вами темы, уважаемые десногорцы, не остаются без моего личного внимания. И сегодня мы поговорим на самую излободневную тему, это сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Итак, переходим непосредственно к вопросам. Вопрос от жительницы первого микрорайона Елены Сергеевны. Она хочет узнать, где начинается и заканчивается зона ответственности управляющей организацией и за что отвечает региональный оператор. Ну, я начну с управляющих компаний, которые работают на территории нашего города. У нас есть САЭС-сервис, МУП ККП и есть еще муниципальное бюджетное учреждение службы благоустройства. У каждой компании, учреждения, у них своя зона ответственности. Если мы говорим про управляющие организации, то непосредственно они отвечают за чистоту, санитарное и техническое состояние мусорокамер, содержание открытых площадок. А служба благоустройства отвечает за внешнее благоустройство города. Это как парковые зоны, уличнодорожная сеть, пешеходные зоны. Вот это если вкратце. Хорошо, спасибо. Павел Юрьевич, скажите, пожалуйста, за что отвечает региональный оператор? Зона ответственности регионального оператора на сегодняшний день законодателям определена как путь мусора от контейнерной площадки до места захоронения. Это, соответственно, перевозка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. Конкретно региональный оператор обязан забрать мусор с контейнерной площадки, сделать подбор просыпавшегося мусора и убрать саму контейнерную площадку внутри. Далее идет зона ответственности управляющих компаний, либо собственников данной площадки, так как не все они принадлежат управляющим компаниям, если находятся на муниципальной земле, соответственно, муниципалитет. Скажите, пожалуйста, какой график работы по вывозу мусора у регионального оператора? Дело в том, что существуют нормативные документы, в частности САНПИН, который предполагает, что при среднесуточной температуре минус 5 и ниже вывоз мусора должен осуществляться, может осуществляться один раз в трое суток, при температуре, которая выше, один раз в сутки. На сегодняшний день, я думаю, после того, как столкнулись мы с определенными сложностями, которые были объективны, либо субъективны, на сегодняшний день мы перешли на ежедневный вывоз мусора. С 1 апреля будет произведена замена подрядной организации, которая находится, которая в настоящий момент работает на территории города Десногорска. Соответственно, увеличен парк техники. Я думаю, что сбоя в графике вывоза больше не будет. Но здесь нужно понимать, что в том числе и график вывоза мусора – это не только зона ответственности регионального оператора, это комплексная работа муниципалитета, управляющих компаний, регионального оператора. Так как мы понимаем, что в городе оборудованы контейнерные площадки, их оборудование – это зона ответственности муниципалитета или управляющих компаний. И хочу обратить внимание на количество контейнеров. То есть мы понимаем, что если стоит 2-3 пятиэтажных дома и 2 контейнера, то они всегда будут полными. Но мы в честном контакте с администрацией. Я думаю, этот вопрос мы будем рассматривать, где-то добавлять контейнера. Но вывоз будет производиться, поскольку температура у нас уже перешла к плюсовой ежедневно. И в этом не будет никаких сомнений. Спасибо. Следующий вопрос вам, Андрей Николаевич. Жительница микрорайона номер 1 Наталья Викторовна спрашивает, имеет ли муниципалитет возможность контролировать и влиять на работу регионального оператора, а также применять санкции в случае плохой работы? Контролирующим органом регионального оператора является Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии. Администрация непосредственно ведет контроль за полнотой и качеством оказания услуги непосредственно операторам. И в случае выявления нарушений сообщаем в контролирующий орган. То есть процесс этот управляем. Хорошо. Еще один вопрос из этой же области. Житель третьего микрорайона Константин Александрович спрашивает, предусмотрены ли площадки для крупногабаритного мусора? Ну, как отдельная площадка для крупногабаритного мусора, с учетом нашей застройки, в городе не предусмотрена. Значит, мусор многогабаритный, он складируется или на контейнерных площадках, или возле мусорокамер. И этот же крупногабаритный мусор оператором спецавтохозяйства, он же также забирается и вводится на полигон ТБУ. У вас что-нибудь дополнить есть? Ну, дело в том, что у регионального оператора, наверное, мы постараемся изыскать возможность, конкретно для Десногорска. Если администрация определит 2-3 площадки, мы, возможно, поставим бункера для наполнения крупногабаритного мусора. Но в то же время нужно понимать, что для этого нужна какая-то площадка, соответственно, с администрацией проконтактируем. Если такие просьбы будут, мы постараемся на них отреагировать. Хорошо. К сожалению, нередкие ситуации, когда куча мусора, вытащенный из мусоропровода, долго не вывозят. Но это мы столкнулись, наверное, с проблемой зимнего периода. Дело не только в зимнем периоде. Дело, наверное, больше в специфике работы на территории конкретно города Десногорска. Не во всех, скажем так, многоэтажных домах, в которых присутствует мусоропровод, присутствуют контейнера. Для того, чтобы перевозчик мог в удобное, так сказать, для него время подъехать, выкатить этот контейнер и убрать. Плюс к тому мы столкнулись с ситуацией, что с Нового года у нас не было возможности возить отходы на полигон, который находится в городе Десногорске. И предусмотрено именно для того, чтобы там захоранивались отходы, которые образуются на территории города. Теперь эта возможность есть? Да, да, да. Сейчас я поясню, в чем проблема. Дело в том, что на территории субъекта находятся 16 полигонов. Из них 5 находятся в обременении. Теми или иными частными структурами. С 4 нам удалось найти общий язык. Они имеют тариф, имеют все необходимое оборудование, предусмотренное 505-м постановлением правительства, как то ВИСы. На большинстве из них установлены системы объективного контроля в видеокамерах. И можно, так сказать, наблюдать за этим процессом. К сожалению, компания, которая эксплуатировала полигон в Десногорске, не озаботилась получением тарифа. И учитывая, что наш вид деятельности полностью регулируемый, мы не имели законной возможности заключить договор. Что, безусловно, нам значительно увеличило транспортное плечо. Понятно, что из Десногорска возить отходы в Рословль не совсем, наверное, правильно. Но в настоящий момент присутствует уже решение суда. И мы очень рассчитываем на то, что уже в апреле месяце отходы, которые образуются на территории города Десногорск, они будут возиться на полигон, находящийся на территории города. И, соответственно, это уменьшит значительно транспортное плечо, позволит выстроить более грамотную логистику. И, вне всякого сомнения, снизит скорость, за которой будут эти отходы убираться. Спасибо. Вопрос к вам, Андрей Николаевич. Многие жители интересуют вопрос, будет ли облагорожена территория у контейнерных площадок. И если будет, то за чей счет это будет делаться? Эта работа и устройство бетонного ограждения, и установка контейнеров непосредственно будет на территории МКД заниматься управляющей организацией. А то, что касается индивидуальной застройки ИЖС, непосредственно собственник и владелец данного объекта. Андрей Николаевич, вопрос от жителя второго микрорайона Ольги Викторовны. Что будет с мусоропроводами и будут ли контейнеры во дворах? Ну, скажу так, в нашем городе практически все дома оборудованы мусорокамерами. Это довольно-таки уютно и комфортно, и жители к этому привыкли. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, и не распространять слухи, скажу однозначно. Мусорокамеры будут работать, значит, где нет мусорокамер, где у нас находятся открытые площадки, там будут установлены контейнеры. Они, в принципе, сейчас там есть, но в дополнение к тому, что если будет не хватать, так что вот по этому вопросу, я думаю, что беспокоиться нашим жителям не о чем. Очень хорошо. Не могу следующий вопрос не задать региональному оператору. Вот почему вырос тариф и что влияет на стоимость платежа по этому тарифу? Дело в том, что тариф у нас является полностью регулируемым. Соответственно, мы не самостоятельно назначаем ту цену, за которую хотим или готовы вывозить мусор, ее назначает регулятор. На территории Смоленской области это департамент Смоленской области по энергоэффективности и тарифной политике. Соответственно, нужно понимать, что сюда входят не только расходы регионального оператора. Так, законодательство постоянно уже стычается в данной сфере. На сегодняшний день очень возросли требования, в частности, к объектам захоронения. Например, 505-е постановление правительства предполагает, что на каждом объекте захоронения должны быть весы. Должна быть обработка данных отходов. Она, правда, на территории Смоленской области в тариф не входит. Составляет 0 рублей, то есть жители за нее ни в коем случае не платят. Введено такое понятие, как плата за негативное воздействие. Оно присутствовало и раньше, но законодатель эту плату не взимал. На сегодняшний день она тоже взимается. Все это, безусловно, влияет на тариф. И более того, в настоящее время правительством Российской Федерации даны были поручения ФАС России, для того, чтобы проверить все составляющие тарифа оригинального оператора. И наш тариф также был проверен. И если в тот момент, когда мы подавались на тариф, мы предполагали, что сумма будет 94,11 рубля, то после проверки ФАС данная сумма на сегодняшний день составляет 92,26 рубля в месяц с одного постоянно либо временно зарегистрированного гражданина, а там, где никто не зарегистрирован, по количеству собственников данная плата взимается. Соответственно, нужно учитывать, что наш тариф один из самых низких в ЦФО. Если у нас 17 субъектов ЦФО, наш тариф находится на 11 месте. Ну и нужно понимать, что было принято решение взимать данный тариф по количеству именно жителей, а не по квадратным метрам, как это делалось раньше. Потому что все мы понимаем, что мусорят не квадратные метры, а именно люди. В дополнение к этому вопросу, от жителей вопрос вот такой, Игорь Витальевич из 3-го микрорайона спрашивает, если кто-то из жильцов не заплатит за обращение с отходами, его долги лягут на других жильцов? Нет, его долги на других жильцов не лягут. В настоящее время у нас по практически всем многоквартирным домам, находящимся на территории города Десногорска, у нас взаимоотношения не с жителями, а с управляющей компанией. Потому что на сегодняшний день был принят между нами договор, и не принимают жители решения о переходе на прямые расчеты. Соответственно, долги на жителей распространяться не будут. Это будут отношения спецавтохозяйства и той либо иной управляющей компании. Спасибо. Уважаемые гости, так как эфирное время ограничено, а поговорить нам есть еще о чем. Я хочу поблагодарить Павла Юрьевича Березкина за участие в нашей программе, за то, что выбрал время и приехал к нам на эфир. И в заключение я хочу попросить вас назвать номер телефона горячей линии. У спецавтохозяйства два таких телефона. Если для физических лиц это 620-127, это абонентская служба, куда физические лица могут оставить какие-то обращения. Для юридических лиц это договорная служба 620-130. Более того, у нас присутствует на сайте рубрика «Вопрос-ответ». В течение суток отвечается на любой вопрос, который задают жители. И по электронной почте тоже у нас на сайте она размещена. Спасибо вам большое за участие в нашем программе. Спасибо вам. С наступлением весны обнажаются ямы на дорогах. И поэтому следующая острая тема, которая волнует десногорцев, и которую мы никак не можем обойти в разговоре с главой администрации города Десногорск Андреем Николаевичем Шубиным. Поэтому следующий вопрос именно о главе. Что будет делаться в этом направлении? Ну, скажу так. Еще в конце 2018 года по решению дорожных проблем в городе была проделана огромная работа. В этом вопросе нам огромную поддержку оказал губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский, генеральный директор концерна «Росэнерго» Андреем Ильич Петров и наш областной депутат Смоленской областной думы Михаил Васильевич Лосенко. За что им огромное спасибо. Потому что благодаря помощи, поддержке нам удалось решить этот вопрос. В части, касающейся то, что я понимаю, что жители хотят увидеть практически отремонтированную дорогу, и жители, в принципе, это не должен волновать вопрос, откуда придут деньги, кто это сделает. Для этого есть специальные службы, подразделения, кто этим занимается. Конкурсные процедуры у нас все прошли. Контракт на выполнение дорожных работ у нас заключен с Рословской ДСПМК. Непосредственно сроки начала выполнения работы 16 апреля по 1 июля. То, что касается непосредственно дорог, то отремонтирована была дорога Н-3. Это у нас перекресток возле РСЦ. Дорога Н-9А. Это ямочный ремонт дороги на Кукуевку. Автодорога Н-11. Это обезная у нас в районе поворота на Малое кольцо. Автодорога Н-14. Подездная дорога на 8-й микрорайон. Там она находится у нас в плачевном состоянии. Автодорога Н-12. От УТЦ. И до дороги Н-11. Дорога Н-36. Которая у нас идет к золотому ключику. К школе номер 3. Участок. Автодорога Н-62. Это в районе магазина Феникс. И вдоль дома номер 10. Автодорога номер 95. Четвертый микрорайон. Плюс ко всему мы в рамках программы «Мой любимый город» в взаимодействии со Смоленской атомной станцией. По опыту прошлого года будут предусмотрены денежные средства для ремонта автодороги Н-1. Это въезд в город Н-6. Понятно, что снег сошел вместе с асфальтом. И появились определенные проблемы. И еще ряд участков, где у нас идут проседания люков дорожных. Где необходим ямочный ремонт. Поэтому я надеюсь, что мы в текущем году состояние уличной дорожной сети приведем в соответствие. И все равно мне хочется отметить состояние дорог Десногорска как весьма удовлетворительное. Я бываю во многих местах и области, и в других городах. Такие бы дороги там. Вы знаете, что еще могу добавить? Ведь мы с подрядными организациями, которые выполняли работы в прошлом году, позапрошлом году, где есть гарантийные обязательства, держим вопрос на контроле. И если где-то есть брак в работе, некачественно выполнили, ну, всякое бывает, да? То в этом плане дорожники им отдать должное, без разговоров идут и устраняют. Поэтому в прошлом году, по большому счету, вот у нас средства всего было 2 миллиона. Это вот в рамках программы «Мой любимый город» нам помогла Смоленская атомная станция. Огромное спасибо директору Павлу Алексеевичу Лубенскому за поддержку и понимание. И плюс гарантийные обязательства. Перейдем к следующему тогда вопросу. Он направлен на электронную почту Прудниковым Алексеем Михайловичем. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, когда в Десногорске наведете порядок с продажей спиртосодержащих жидкостей, скоро одни алкаши будут повсюду. В частности, павильон «Алла» в третьем микрорайоне возле школы номер 3 торгуют этим, и дети все это безобразие видят. Вот такой сердитый вопрос. Вопрос от Алексея Михайловича правильный. Я с ним полностью согласен. Это полнейшее безобразие, потому что такие вещи не должны продаваться в торговых павильонах, особенно когда в Десногорске находятся школы, детские сады и другие социальные учреждения. Существует же закон. Да, существует определенный закон. К сожалению, вот эти все спиртосодержащие жидкости, которые находятся в рыночной торговле, они регулируются 171-м федеральным законом. В настоящее время продажа этого напитка не ограничена. Хотя в 18-м году, когда были массовые отравления боярышникам, постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации в апреле 18-го года, где-то на 180 суток было приостановлено торговля. На полгода. Да. Вот эти дрени, которые, соответственно, реализуются. Что здесь можно сделать? Ну, первое, я считаю, что мы соберем предпринимателей, кто занимается торговлей вот этими вещами, и проведем с ними разъяснительную беседу. Ну, если кто, как говорится, нас не услышит, тогда есть меры воздействия через Роспотребнадзор. Да, поэтому просто так мы без внимания то просто уже не оставим, да, и я беру его под свой личный контроль. И Алексей Михайлович в любом случае получит обратную связь, помимо прямого эфира. Спасибо за этот ответ. В конечном итоге многое зависит от внутренней культуры людей в этом вопросе. Следующий вопрос пришел в приемную главы от Олега Алексеевича Каравашкина, Коммунистическая партия Десногорского городского комитета. Как, когда и по чей инициативе, спрашивает автор письма, Смоленская АЭС оказалась на территории Рословского района. Планируете ли вы добиваться возвращения Смоленской АЭС к границе муниципального образования города Десногорска, Смоленская область? В 1993 году решением арбитражного суда границы города Десногорска были изменены. И в 1994 году постановлением главы администрации Смоленской области были утверждены границы, в которых мы сейчас находимся. Со временем границы уточнялись, но это никаким образом не затрагивало территорию Смоленской атомной станции. Территориальная принадлежность Смоленской атомной станции не влияет на объем налогов в городе Десногорске. Земля-станция выведена из оборота и налогом не облагается. В части, касающейся НДФЛ, то здесь денежные средства распределяют следующим образом. Часть уходит в область, вторая часть уходит в местный бюджет города Десногорска. Большая часть работников станции, они все жители города Десногорска. Мы это с вами все прекрасно понимаем. И станция оказывает значительную помощь в развитии города. И вот это территориальное расположение в настоящий момент, оно никак не отражается на благосостоянии наших жителей. Следующий вопрос поступил нам от Шинцова Данила Игоревича. На каком этапе находится строительство торгового центра «Галактика» и что предполагается впоследствии разместить, наверное, я так понимаю, в этом центре? Значит, то, что касается непосредственно «Галактики». Срок сдачи этого объекта 20 декабря 2019 года. Сейчас учредителями данного торгового центра идет большая работа с привлечением сюда брендированных магазинов, ведутся переговоры. Там предусмотрена как и торговая деятельность, досуговая деятельность будет и развлекательная. Ну, понятно, что не в тех масштабах, которые, допустим, есть в «Галактике Смоленской». Это филиал будет, да? Да, хозяева данного торгового центра – торговый центр «Галактика». Потому что работа перед тем, как это все началось, была пройдена большая. Вот на протяжении 2017-2018 года, пока мы нашли точки соприкосновения и понимания с бизнесом, кто занимается. Но я более хочу сказать, что в рамках реализации этого инвестпроекта, а это порядка 150 миллионов рублей, 24 миллиона пойдет на благоустройство прилегающей территории вокруг этого торгового центра. Еще один вопрос поступил в приемную главы от Проявина Николая Сергеевича. 28 июля, пишет он, прошлого года в выпуске Десна-ТВ был снят видеоматериал о неблагополучной экологической обстановке на берегу Десногорского водохранилища в районе Кукуевка, Третье поле. На сегодняшний день эта тема остается актуальной. Будет ли администрация города предпринимать какие-либо меры по уборке этой территории и наведение там элементарного контроля, так как там не только загажена территория, но и происходит вырубка деревьев для костров, нарушается противопожарный режим, автотранспорт паркуется буквально в нескольких шагах от водохранилища, несмотря на санитарную зону. Совсем скоро начнется новолетний сезон, сезонная ситуация будет только ухудшаться, если не предпринимать никаких мер. Я думаю, что меры будут... Я отвечу на вопрос Николая Сергеевича, значит, ответ очень простой. Но немножко мы окунемся в историю. В 92-м году садоводческому товарищу строитель было предоставлено на праве бессрочного пользования земельный участок общей площадью где-то порядка 60-ми гектаров. Указанный участок предоставлен для ведения коллективного садоводства. Права и обязанности членов садоводческого товарищества у нас рекламентируются федеральными законами. Это федеральный закон 217-го, 29-го, 17-го года. И седьмой федеральный закон об охране окружающей среды. Но я не буду цитировать статьи закона, это сейчас как бы ни к чему. Потому что в соответствии со статьей 16 федерального закона номер 217, высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества. Там есть председатель, значит, есть устав, где каждый садовод, члены товарищества обязаны выполнять, в том числе и вопрос содержания чистоты и порядка. И ответственность за порядок и надлежащее использование земли в садоводческом товариществе лежит на, как я уже сказал, на председателе, направлении и каждого члена СТ-строителя. Но, начиная с 17-го года, в 17-м году, в 18-м году, муниципалитет, Смоленская атомная станция, Совет руководителей, у нас входит очень большое количество предприятий, я их не буду перечислять, Ежегодно, мы, получается, вели в добрую традицию, в мае, это было в 17-м году, в июне 18-го года, принимали участие совместно с садоводами на ведение там порядка, то есть сбора и вывоза мусора. Помимо этого, муниципальным учреждениям службы благоустройства проводилась ликвидация несанкционированных свалок, особенно, это у нас было в районе Николаевска, вот как у нас туда идет поворот и присмару, вот, общей сложностью служба благоустройства, ну, я могу ошибаться, да, но вот цифра 17-го года, порядка 600 кубов только вывезли несанкционированных свалок, это очень много. И я как глава... Но они опять появляются вновь и вновь. Конечно, они же появляются откуда? Туда же они в муниципалитет мусор привозят. Разумеется. Не муниципалитет. А тех же членов вот этого садоводческого товарищества. Ну, опять же, и я как глава, я готов общаться с председателями садоводческих товарищей. Мы готовы работать и оказывать им помощь, даже с учетом того, что сейчас, вы прекрасно понимаете, сейчас поменялось законодательство, с учетом вступления в силу 89-го федерального закона с 1 января, о чем вот руководитель спецобстохозяйства рассказывал. Но, тем не менее, я думаю, что вот те добрые начинания с участием садоводов мы продолжим и в этом году. То есть, мусор собирают члены товарищества на общем субботнике, а муниципалитет и совет руководителя, и Смоленская атомная станция, ну, кто как может, по мере, да? Да. Мы непосредственно оказываем помощь в вывозе, допустим, утилизации. То есть, мы как бы равноправные партнеры. И говорить о том, что кто-то... То есть, партнерские отношения. Конечно. То есть, мы готовы взаимодействовать вот в рамках партнерских взаимоотношений. Мы открыты, мы ни от кого не отталкиваемся. И когда вот лично меня приглашают на собрание садоводов, вот я туда прихожу, вот отвечаю на те или иные вопросы, которые волнуют садоводов. Вот мы в прошлом году, я был на общем собрании, меня Василий Филиппович, председатель садоводчика товарища Надежда приглашал. Мы ответили на те вопросы, которые волновали садоводов. Если необходимо, мы брали специалистов комитетов, профильных, независимо, земельного комитета или комитета по городскому хозяйству. Вот. И все решаем в рабочем порядке. Поэтому, если Николай Сергеевич имеет претензии какие-то, то эти претензии явно не по адресу. Ну, немного, как говорится, не по адресу. Но еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что мы готовы помогать. Я понимаю все трудности, которые есть у садоводов. Там тоже не так все просто и легко, но тем не менее. Я думаю, этот ответ вполне устроит наших телезрителей. Заключительный вопрос эфира, который касается благоустройства города. В ноябре прошлого года проходило голосование десногорцев в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». И победителем стал проект «Пляж». Вот что вы можете рассказать о нем? В 2018 году, когда были в марте выборы президента Российской Федерации, город Десногорск впервые принял участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда». На голосование было вынесено 4 территории. Это парковая зона между первым и вторым микрорайоном, городской пляж, пешеходная зона в третьем микрорайоне и парковая зона в четвертом микрорайоне. Парковую зону в первом и втором микрорайоне мы благоустроили в рамках программы в прошлом году. И в этом году, так как пляж занял второе место, мы подошли непосредственно к реализации данного проекта. Проект готов. Я думаю, что жители и гости нашего города по достоинству оценят. И в сегодняшнем, я так понимаю, эфире уже покажут дизайн проект. Мы постарались учесть все нюансы и для людей с ограниченными возможностями, и для молодежи, для детей, для представителей старшего поколения. Я думаю, что пляж станет точкой притяжения местом отдыха наших горожан. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Будьте с нами. До свидания.